Здравствуйте, уважаемые магистранты! Мы на Казахском университете технологии и бизнеса, кафедре экономики, учет и аудит, дисциплина методика научных исследований, преподаватель Бельгибаева Курлайка Нашева, контактными данными здесь представленными. Тема сегодняшней лекции методологии научных исследований. Вопросы три. Понятия, сущность методологии, структура и принципы методологического аппарата, как два или же как три вопроса можно рассмотреть. Итак, что из себя представляет методология? Ну, прежде чем говорить, мы как-то связь провести должны с предыдущей лекции, когда мы говорили о науке. Так вот, есть еще следующее определение науковедения. Это учение о закономерностях функционирования науки. Сюда входят теория, методология, история, социология, классификация, экономика, политика, прогнозирование, моделирование, научная организация труда, право и язык. Итак, частью науковедения является методология. Методология происходит от греческих слов, греческого слова methods, английского, путь к познанию, учения. Это совокупность принципов, норм, методов познания и практической деятельности. Учения о принципах построения, формах и способах научно-познавательной деятельности. Следующее определение это совокупность исследовательских средств, необходимых для решения данной задачи, а также формирования и представления о последовательности движения исследователя в процессе решения задачи. Далее мы рассмотрим с вами, что является объектом методологии. Вообще объект методологии это процесс научного исследования в его целостности. То есть ту сферу деятельности, которую изучает данная наука. Сюда же входят предметы анализа, цели задачи исследования, совокупность исследовательских средств, необходимых для решения задач, последовательность движения исследователя в процессе решения новой задачи, разработка эффективных и рациональных методов организации научного исследования. А теперь рассмотрим, что же из себя представляет предмет изучения методологии научных исследований, понятия и методы самой науки, сфера применения методов, обоснованность научных результатов, осмысление достижений науки с точки зрения общечеловеческой культуры. Структура методологического аппарата. Сюда входят принципы организации проведения исследования, подходы, постановки проблемы, определение состава проблемы, методы научного исследования, требования к результатам исследования, актуальность, практическая значимость и другие вопросы. Теперь рассмотрим элементы методологии. К элементам методологии относятся прежде всего принцип объективности. Это учет фактов, условий развития, адекватность средств, позволяющих получить истинные знания об объекте. Далее принцип единства, сочетание истории объекта, его теории, то есть структура, функции связи и перспектив его развития. Далее учет непрерывного изменения развития исследуемых элементов. Это выделение основных факторов, решающих звеньев, определяющих результаты исследования. Следующий принцип системность научного процесса или системность изучения самого процесса. Это учет всех требований к целостному подходу исследования. Принцип вхождения абстрактного, конкретному и наоборот. Теперь очень важный вопрос, это информация. Это совокупность каких-либо сведений о состоянии или изменении явлений и объектов реального мира. То есть без информации, конечно, невозможно проводить исследование. Или оно будет, возможно, конечно, все возможно, но оно будет настолько скупым вендом и необъективным, и недоказательным. Итак, какие же источники информации? Вообще, источники информации делятся на несколько групп, имеются классификации, в зависимости от признака, по которому мы можем разделить информацию. Итак, информация делится первичная и вторичная. Первичная и вторичная. Это первичные данные, которые собраны впервые для анализа и решения конкретных проблем, задач. Ну, как правило, это будут какие? Оперативная отчетность, либо это будет бухгалтерская отчетность, или статистическая отчетность по разным формам. Вторичные. Это данные, собравшиеся ранее, собиравшиеся ранее, но с другими целями, и имеющие непосредственное отношение к исследуемой теме. Далее, информация, далее надо остановиться на литературе. Очень важно для вас тоже. Литература делится на нормативные документы. Это стандарты, технические условия, затем статистические материалы, литература официальная, сведения о развитии экономики страны, опубликованные в статистических сборниках. Ну, большей частью можно и в интернет-ресурсах, и там в каждой вкладке имеются свои информации, источники информации. Широко пользоваться можно статистическими материалами для своих исследований. Конечно же, учебная литература, справочная, научно-популярная литература, брошюры, книги, проспекты, альбомы, особенно когда обзор литературы вы производите. И причем обзор литературы производить вам же надо не только на русском языке, а и на английском языке. И обзор литературы производить не только отечественных авторов, но и зарубежных авторов. Иностранная литература, то, что вот я вам говорила, надо широко использоваться. Далее, обзорная и экспресс-информация. Это социально-культурная деятельность, ресторанные ведомости, ресторанный бизнес, питание, развлечения, отели пятизвездочные. Вот это вот все будет составлять обзорную или экспресс-информацию. Какие у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Здесь, конечно, хорошо было бы пользоваться, выбирая объект исследования, далее уже думать о том, каковы источники информации. А иногда бывает и даже во главу угла сначала поставить вопрос, а смогу ли я обеспечить данные. Поэтому надо одновременно думать не только объект исследования, не только предмет, но и область исследования. Но и какие я могу получить еще информационные ресурсы использовать для того, чтобы полноценно выполнить диссертационные исследования. Спасибо за внимание.